Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый праздничный вечер! Проходите, пожалуйста, проходите, проходите. Вы извините, что мы начали мобористать. И буду скрывать, мне очень приятно, дорогие друзья, мне очень приятно, что с столь горлыми аплодисментами вы взметили моё поверье. Большое спасибо! Напросился, напросился. Ну, сегодня праздник. Сегодня праздник. Сегодня в зале не только наши любимые и дорогие зрители. Сегодня в зале артисты Саратовской филармонии театра «Арделью». Сегодня в зале и наши друзья. Нам сегодня просто повезло. Я хочу начать с вопроса, если вы позволите. Скажите, пожалуйста, вот, как вы считаете, зимой во что превращается в снег, когда скрывает солнышко его? Во что? Правильно. В весну. В весну. Потому что именно весна, начало весны, венчает замечательный праздник, перед которым каждый мужчина, я уверен, хочет стать прикольным. Потому что женщина – это самое прекрасное, самое светлое, самое тёплое, самое родное, что может быть для мужчин. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что мы становимся ненормальными перед этим днём, перед 8 марта, мы бегаем по магазинам, мы ищем подарки. Вот, к примеру, мужчина в магазине стоит, «Девушка, девушка, простите, простите, как называется вот эта, вот эта вещь, ну вот эта штучка?» Нет, вот сюда, правее. Вот эта. Эта штучка, молодой человек, называется утюг. «А-а-а, помню, больно». Ну, вот, ну что можно сказать? Вот такие мы, такие мы. Как говорится, из песни слово не выклышит. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех, сидящих за сзади женщин. Это не по традиции, а вот по велению сердца. Хочу вас поздравить с праздником. Конечно, обидно. Мне, во всяком случае, за моих 17 лет с подогонным налогом, мне обидно, что этот праздник у нас один раз в году. Я вот листаю календарь и смотрю, день рыбака, день... Что там только нет. Каждый день у нас по два, по три праздника. А вот женщинам надо праздновать этот праздник. Мужчина, если вы согласны, оплатируйте. Каждый день. Каждый день. Пустите. Я понял, вы подведняли за тату. О, да, вот, вот, я понимаю. Сейчас хочу сказать, это чистая вода импровизации. Мною говорит сердце. Мною говорит просто сердце. Я, я искренне люблю женщин. Искренне. Вот. Поэтому у меня четыре сына, два внука и внучка. Это все идет от сердца. И вы знаете, вот, когда я говорю о женщинах, мне невольно вспоминается о мужчинах. Мужчина в эти дни. Я же говорю, мы не только безумные. Мы сходим с ума просто. Мы способны на невозможные мужчины. Мало того, что бегают за подарками. Они еще пишут стихи. Я вспоминаю замечательное стихотворение, которое написал Расул Гамзатов. Я его давно знаю. Листь для тебя цветет цветок, родная. И для тебя поет поток, родная. А строчки существуют для того, чтобы ты читала прежнюю строк, родная. Одну тебя люблю, родея. Ира. Всю ночь без сна шепчу во сне я. Я, Фира, стал бессердечным я, ты говоришь. Да. Сердце отдал я тебе, Глафира. Хочу тобой лишь любоваться. Инна. Твоим любимым называться Нина. Подумай только. Столько женщин есть, а у меня одна капиталина. Это Расул Гамзатов. Это Расул Гамзатов. Ну а мне хочется к этому что добавить? Мы, это участники этой встречи, мы желаем добросяк меня мужчинам. Хочу говорить только женщинам. Мы желаем вам счастья. Мы желаем вам любви. Мы желаем вам радости, благополучия. Мы желаем вам того, что вы заслуживаете на самом деле. Я вот специально вышел без текста, потому что я хочу говорить сердцем. И добавлю только одно. Будьте счастливы. С праздником! С днём и днём. Когда-то Толстой сказал, есть два желания, исполнение которых может доставить истинное счастье человеку. Быть полезным и иметь спокойную совесть. С полным правом эти слова можно отнести к тем артистам, которые выйдут сегодня на встречу с вами. А в одной из песен Булата Ак-Гуджава есть такие слова. И друзей соберу. На любовь своё сердце настрою. А иначе зачем на земле этой грешной живу? И эти слова тоже можно отнести к этим двум артистам. На мой взгляд, они заслуживают особого уважения, они заслуживают особой любви, потому что они любят вас. И они счастливы сегодня встретиться с вами. Поют лауреаты всероссийского и международных конкурсов Анастасия Прошкина и Алисей Асеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... 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 И кто-то проследил, как в тишине, забыв о дисциплине и отбое, в запущенной аллее прямоне взволнованно шептались эти двое. А по утрам в лечебных корпусах уже ползли по коридорам слухи. Они у него есть, есть, все подняли. Да. Ах! Мол, седина давно уж на висках, а берст прибро, и сутки в том же духе. Но как бы покраснели болтуны, узнав, что с сорок лет они женаты, детей имеют, внуками богаты. А до сих пор друг друга влюблены. Я специально убрал микрофон, вы знаете, легче вот в таком зале, легче общаться не так. Ну еще одна маленькая, маленькая, совсем маленькая. Тоже лирическое. Тоже, наверное, о любви. Он и она загорали на пляже. И чувства свои, не проверивши, даже она, воспылала доверием к нему. Не в силах сама объяснить, почему. Далекий от ханжества вероломства, он бурно приветствовал это знакомство. И вскоре в июльский полуден и зной накрылись они набежавшей волной. А вскоре, сраженные чарами юга, беспечно уснули, забыли друг про друга, хотя, собирались купаться опять. Ей было три года, ему было пять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как жизнь без весны, весна без весны, Есть два из трассы и гроза, Без волны, как обе служи, Без правой любви, Единство, грозы и листа, Без волны твой, Как урага с души, Без правой любви, Единство, грозы и листа, Без волны твой. Увы, не искаешь меня, Без волны, Сами, Не оба, Без волны, Без волны, Без волны, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 я буду говорить, вот, вот каким облом я был в юношке. Неужели теплое белье я буду носить не только зимой, но и летом? И оно будет предательски выглядывать у меня из-под брюк, а я в это время буду сердето осуждать современную моду и погоду? Неужели однажды утром я сел на кровати, а встать не смогу? И от беспомощности слезы потекут у меня по небритым щекам, а внучек подойдет ко мне и скажет, дедушка, ты чего плачешь? Тебя кто-нибудь обидел и протянет мне свою игрушку? На, поиграй! Она хорошая! Неужели это когда-нибудь будет? Так стоит ли жить, чтобы притихли? Стоит! Конечно, стоит! Когда вокруг столько красивых женщин! Столько-то женщин! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! Присподи! Не прощаемся! Мы просто говорим до свидания! Если вы когда-то на афишу где-то в городе увидите рекламу, афишу поет Анастасия Рожкина Алексеевская, приходите! Приходите! Не пожалеете! Приходите! И еще раз! Милые женщины! Милые девочки! С праздником! И будьте счастливы! Потому что он и она! Вот когда-нибудь двое! Они он и она! Мужчины и женщины! Когда они вместе! Это потрясающее! Мы! Будьте счастливы! Еще раз! Счастливы! Спасибо! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ